Лучшее в стране. На телерадиоканале «Страна-ФМ» ведущая Александра Хайрулина. Здравствуйте, друзья! Большого приветствия! Вы смотрите и слушаете первый и единственный в России телеканал синхронный вещание в ФМ-диапазоне, телерадиоканал «Страна-ФМ». Меня зовут Александра Хайрулина. Это программа «Лучшее в стране». И здесь, как всегда, только лучших из лучших, но вы все прекрасно знаете. С большим удовольствием и в очередной раз представляю вам сегодняшнего гостя. Это у нас директор ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» Алексей Рытаём. Алексей, добрый день! Добрый день! И мы уже привыкли, за что отдельное вам спасибо. Когда вы появляетесь в нашей студии, мы не только узнаем о потрясающих новых растениях и выставках в «Аптекарском огороде», мы в первую очередь узнаем о потрясающих музыкальных событиях. Перехожу теперь к теме, друзья. 12 июля состоится гала-концерт оперной труппы Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича Данченко, посвященный закрытию сотого театрального сезона. И по этому случаю перехожу к нашему потрясающему гостю, генеральный директор Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича Данченко Антон Гетьман. Антон Александрович, здравствуйте! Здравствуйте! Добрый день! — Очень рада, ещё расскажу, видеть здесь вас в нашей студии. Несколько денёчков до этой замечательной коллаборации, сотрудничества остаётся, поэтому очень хочется, правда, большому количеству людей рассказать и пригласить, конечно, на это событие. — Ну, во-первых, наверное, спешим поздравить Антона Александровича с потрясающей такой датой, да, сотый сезон, это же очень красиво, это театр, который обладает уникальной историей, много-много летний, и хотя, конечно, ботанический сад постарше будет вас, но тем не менее вы тоже молодцы, что называете. Поэтому кто начнёт, давайте так решим, кто первый возьмёт слово? — Ну, давайте я скажу несколько слов, потому что мы, конечно же, уже не первый раз сотрудничаем с этим замечательным театром, я стараюсь вообще по возможности там ничего не пропускать, благодаря сотрудничеству с Антоном Александровичем есть даже определённые привилегии, можно привести друзей, попасть на замечательные постановки, но артисты этого театра уже неоднократно выступали в аптекарском огороде, это были сольные концерты, это были концерты на нашем замечательном концертном поле, субтропической оранжереи. И артисты не только театра Станиславского, но и даже иногда приглашённые театром Станиславского артисты в Россию, иностранные. Но никогда, конечно, не было настолько масштабного, такого замечательного праздника и события, как столетие. — А был ли на этих замеченных мероприятиях Антона Александровича самого? — Да, он неоднократно. — Был, конечно. — Да, конечно. Услышат, что называется, самые выразительные, самые пронзительные, я не повоюсь этого слова, арии, которые были написаны величайшими композиторами многих эпох. И, конечно же, об этом лучше немножко расскажет Антон Александрович, но я хочу сказать, что я страшно рад тому, что у нас впервые будет целиком симфонический оркестр театра Станиславского, Неверовича, Данченко. Мы специально, буквально, под этот концерт построили новую большую сцену, потому что сцена, которая была у нас раньше, просто не вместила бы такое количество оркестрантов и столько музыкантов одновременно. Мы сейчас очень готовимся, и мы счастливы, потому что, конечно же, это сотрудничество для меня очень многое означает. Ботанический сад давно стал такой популярной музыкальной площадкой, но я бы сказал, что несмотря на то, что были гастроли солистов Ласкала, были гастроли самых разнообразных оперных театров и не только оперных театров мира, все-таки события такого масштаба у нас проходят первый раз. Закрытие столетнего сезона и выступление стольких звезд, вот я просто посмотрел уже список артистов, которые будут у нас выступать, для нас это большая честь. Что касается погоды, я хотела бы встать, понимаю, что вы переживаете, конечно, тем более, что июль какой-то очень такой странный в Москве, да, но мне кажется, настолько площадка аптекарского огорода намолена вот именно такими замечательными концертами, что, по-моему, у вас там уже даже и, знаете, и разгонять-то очень не нужно, они как-то сами вот в нужное время, а к 8 часам вечера 12 июля 100% да, так и случится, что все, ну, просто... Мы тут ставим новые вип-шатры какие-то дополнительные для почетных гостей, мы закупили тысячи дождевиков, чтобы даже если вдруг все-таки у нас не состоится, всем людям было комфортно, так что прошу не бояться непогоды, пуфы будут, будут дождевики, и мне кажется, что все равно это будет очень здорово. Ну, Антон Александрович, вот мы видим в сене, в журнуре глазом, волнение Алексея, в льву лица волнение всего аптекарского огорода, да, от значимости такого действительно предстоящего события. Что в коллективе театра происходит? Это же волнение, трепет или, в общем-то... Ну, вы знаете, я хочу сказать, что, в принципе, для нас это первый опыт, вот, Open Air в Москве. Ну, у нас были, был опыт выступления, в частности, на Красной площади с короткими, ну, совершенно короткими такими эпизодами в составе большого длинного концерта, но вот собственный большой гала-концерт продолжительностью почти 2 часа, ну, это впервые. За столетнюю историю, можно даже так сказать. Вот, мы действительно с Алексеем придумали это, ну, в каком-то смысле случайно. Мне показалось, что вообще, когда я впервые попал в аптекарский огород, меня настолько подкупила эта атмосфера удивительная. Какое-то такое очень демократичное место с огромным количеством интересных каких-то деталей. И это удивительная поляна, которая действительно притягивает интерес самых разных людей, самых разных возрастов. А оперный концерт Open Air, он же, как бы, действительно, он предполагает и какие-то семейные посещения. Там же нет никаких ограничений. Можно приходить с семьями. И вот атмосфера, что может сидеть на пуфах, на траве, двигаться во время концерта. И вот вип-шатры, и с бокалом. Все это возможно. И создает, действительно, конечно, очень дружескую, демократическую, и, мне кажется, очень правильную атмосферу. Сама программа тоже была составлена художественным руководителем нашей оперной труппы и дирижером Тимуром Зангеевым таким образом, что это, знаете, она располагает к цивилизованному, правильному отдыху. Это довольно известная музыка известных композиторов. Это и Чайковский, это и Пучини, это и Масне, это и Делиб. То есть там нет ничего заумного, нет ничего требующего диких душевных напряжений. И готовы тщательно, годами просто. Да, да. Огромное количество музыки, которую, я уверен, иногда даже публика узнает, не зная авторов. Потому что это те мелодии, которые звучат вокруг нас, звучат постоянно. И нам показалось, что именно такая программа должна располагать к какому-то правильному общению. Вообще я хочу сказать, что опыт оперных концертов на открытом воздухе, это вообще существует очень давно. И в Европе это вообще считается такой нормой, особенно в летнее время. Мы знаем прекрасно, что есть целые фестивали, как Глайнберг, например, который весь построен именно по такому принципу, когда весь фестиваль идет на открытом воздухе, построена площадка, публика приезжает, берет так называемые корзинки с хлебом, молоком, какими-то еще такими продуктами, располагающими к полинеру, располагается на траве и смотрится в спектакле целый. И должен вам сказать, что это создает удивительную атмосферу, конечно. Мне кажется, что тут есть куда развиваться в Москве, и аптекарский огород, пожалуй, чуть ли не лучшее место, где это нужно и можно делать. Поскольку, ну, все-таки там все, там вот этот вот прям сад в центре Москвы, он к этому располагает. Что касается исполнителей, то у нас тоже была такая мысль, которую мы реализовали, мне кажется, помимо самой программы, состав солистов был сформирован таким образом и дирижера, что это молодежь. Это действительно молодежь. Это наши солисты, многим из которых, ну, действительно, еще нет 30 лет. Для оперных солистов это совсем юный возраст, но это артисты, которые уже поют ведущие партии в нашем репертуаре, у которых есть уже довольно серьезные ангажементы в Европе. То есть это завтрашние звезды, то есть они уже сегодня звезды, но завтра, послезавтра о них уже узнает весь мир. И мне казалось, что это очень правильный подход, потому что молодежь, которая будет петь, она, конечно, делает это, ну, знаете, очень зажигательно. Вот они прям действительно искрометно это делают. И этот формат им очень близок, да, при том, что это академическое пение, безусловно, да, но, тем не менее, это такое очень искрометное, очень эмоциональное и очень располагающее к себе исполнение. Что касается Тимура Зангиева, то это вообще особая история, потому что Тимур на сегодняшний день один из самых молодых дирижеров в мире. Какие вы, интересно. Да, Тимуру всего 25 лет. Он вундеркинд. Он начал заниматься хоровым пением, когда ему было 3 года. А в 4,5 года он уже начал заниматься на скрипке. Ну, довольно трудно себе представить ребенка в 4,5 года со скрипкой, но, тем не менее, это факт. Первым своим концертом, симфоническим оркестром Тимур продирижировал, когда ему было 7 лет. Потрясающе. А где это было просто интересно? Это было во Владикавказе. Он оттуда родился? Он из Владикавказа, да. Он учился в музыкальной школе имени Валерия Гергиева. И есть замечательная история, которую, действительно, я сам спросил у Тимура, он сказал, что действительно это было правда. Шла репетиция оркестра Камерного, и дирижер остановил оркестр сделать замечание артисту, который играл на фаготе, что он не совсем точно сыграл одну музыкальную фразу. Артист, обращаясь к дирижеру, извинился, сказал, извините, маэстро, я немножко ошибся. И как бы это абсолютно стандартная ситуация для любой репетиции, дирижера с оркестром, за исключением одной детали, потому что дирижеру не было 9 лет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! И Тимур мне говорил, что он был маленького роста, и чтобы видеть оркестр, ему строили такую конструкцию из подставок. Специальную подставку. И вот на этой шаткой конструкции он стоял и дирижировал. Ну, вы понимаете, всё это действительно... И уже в 17 лет Тимур поступил... Ну, он уже стал студентом Московской консерватории и поступил в класс Геннадия Николаевича Рождественского, учиться симфоническому дирижированию. То есть, ну, он действительно вундеркинд, и это здорово, что он работает в нашем театре. Он давно работает? Он начал работать практически, если мне не изменяет память, как дирижер-ассистент, будучи ещё студентом. А в 15-м году, то есть через 4 года неполных обучения в консерватории, он уже был зачислен в штат. На тот момент ему был 21 год. Слушайте, ну вот это... Большого симфонического оркестра. Нужно обязательно посетить концерт, гала-концерт, в том числе ещё и для того, чтобы посмотреть воочию на Тимура, также на этого уникального дирижера. И Тимур сегодня, несмотря на свой возраст, 25-летний, поверьте, для дирижера это очень юный возраст. Вообще, потому что дирижер — это профессия, ну, как бы... Зрелого музыканта, как правило. Ну да, который должен иметь ещё и жизненный... Да, в большинстве случаев. Управление оркестром, всё-таки управление многими людьми, которые гораздо старше... И у Тимура сегодня в репетуаре уже больше 30 сочинений оперных и балетных он дирижирует, в общем, ведущими коллективами страны, включая Большой театр, он дирижирует в Мариинском театре, он главный приглашённый дирижёр двух симфонических оркестров в России. То есть у него довольно серьёзно и очень тфу-тфу активно и успешно складывается дирижёрская карьера. И вот заканчивая вот эту картину исполнителей, молодых исполнителей, молодых солистов с молодым дирижёром, и вот это всё в аптекарском огороде с этой программой, мне кажется, это будет очень яркий, искромётный, очень эмоциональный концерт. Я с большим ожиданием отношусь к этой истории, и если это всё получится удачно, и мы все будем довольны, то я не исключаю, что мы будем повторять это каждый год, летом, когда располагает к этому погода, и будем это делать, и может родиться какая-то традиция в этой связи. Отмечать каждый раз завершение сезона в Северском огороде. Действительно, сильно надеюсь, что так и получится, потому что мы были бы, конечно же, счастливы. Каждый раз можно придумать интересную программу, какие-то даже специальные произведения, связанные с растениями. Вот у нас тут предусмотрены какие-то такие неоднозначные. Кстати, я замечал, что во время таких концертов, несмотря на то, что, казалось бы, open air, то есть люди действительно там с корзинами, с едой, но когда звучит серьёзная классическая музыка, я не говорю про джазовые концерты, они чуть-чуть иначе по атмосфере, то люди смотрят и слушают музыку, они полностью погружены. Все эти тысячи людей, которые там сидят, остаются не востребованы, так скажем. Все слушают полностью. И меня это совершенно поражает, что всё-таки действительно, то ли такой контингент приходит на эти концерты, то ли музыка таким образом действует, что люди действительно поглощены музыкой. Они слушают её, это атмосфера и ощущение, как будто это большой зал консерватории без преувеличения, на полном серьёзе, или концертный зал Чайковского. Для open air это необычная история. И вот как раз, мне кажется, что, конечно же, это очень сильно зависит от репертуара. Вот наш репертуар всё-таки рассчитан не только на отдых, но и погружение, наслаждение музыкой, и за какое-то сопереживание тем героям, которые будут выступать на этом концерте. Да, но там же, извините, там же очень важно, там помимо Арии есть дуэт. И вот эти дуэты, они предполагают взаимодействие между солистами, которые исполняют эти дуэты. То есть там, безусловно, есть элемент ещё актёрской игры. Да, конечно. Вот, например, самый известный из... Ну, не самый, но один из самых известных, это дуэт Лакме и Малеки из оперы Лакме Лео Дилиба. И там, конечно же, очень интересно... Вот когда я иногда веду концерты, я рассказываю обязательно... А этот концерт вы не будете... Нет, наверное, может быть, о нём будут рассказывать сами музыканты или будет какой-нибудь профессиональный ведущий, но такое иногда случалось. Я объявлял вот этот дуэт даже в Большом зале консерватории. И там очень интересно рассказать немножко людям о том, что действия происходят в Британской Индии, на берегу Ганга, среди тропической растительности, чтобы люди поняли, откуда такая музыка. Она сказочная, она романтическая, она необычная, она восточная. И без объяснения того, что это госпожа со своей, ну, как-то слугой, да, женщиной, как это называется, вот, находится где-то в тропическом лесу. И они предлагают спуститься к тропической... Конечно, совсем другими глазами. Да, спуститься к реке. Вокруг ночь, вокруг ароматы жасмина и роз. И они бегут, плывут, хотят куда-то направиться по этой реке. И вот, вот, когда об этом рассказываешь, то потом понятно, что это за такой дуэт Лакме и Малеки, например. Что это такой немыслимо романтический, немыслимо цветочный такой тропический дуэт. А тут же можно рядом до того, до концерта, или даже после посетить наши тропические оранжереи. Это беззадительно, конечно. И попробовать, чтобы была какая-то... Вот почему у нас, например, часто звучали разные произведения, посвященные растениям. Это было связано с тем, что очень была интересная такая связка между тем, что находится вокруг в аптекарском огороде, и тем, что происходит на сцене. Ну, к примеру, возьмем там какой-нибудь Сидней Беше. У него есть такая всем известная джазовая такая композиция, называется «Маленький цветок». Все знают эту композицию наизусть, но никто не знает, как правило, ни названия, ни то, что я написал Сидней Беше. Это был такой пионер игры джаза на кларнете. И вот, когда, прежде чем объявить вот это произведение, скажем, я расскажу. Знаете, вот самый маленький цветочек — это Вольфия Бескорневая. Вот вы сейчас сможете увидеть. Не факт, что Сидней Беше посвятил... Сидней Бескорнева, вы не знали об этом. Первый раз слышно. ...посвятил именно этому произведению свою вот эту знаменитую композицию, которую вы сейчас все узнаете. Все тут же ее узнают, естественно, мгновенно. И бегут смотреть на этот самый маленький цветочек. У которого все растение в диаметре мини-булавочной головки. То есть это меньше одного миллиметра диаметром. Такие зеленые шарики, которые плавают в воде. Получается очень интересно. А потом переходишь к какому-нибудь эпическому произведению. И начинаешь, например, рассказывать про Викторию Амазонскую. Про весь ее цикл, про ее огромные плавающие листья. Говоришь, вот чего заслуживает такое растение. Это растение заслуживает уже не маленького произведения. Вот Вольфия — это повод написать маленькую музыкальную пьесу. А здесь должна быть симфония или даже симфонический цикл. И вот людям заодно можно рассказать про те растения, которые живут. Про что-то такое. Или, например... И заставить посмотреть тоже и на них совершенно другими глазами. Или вот, например, ну там, веризм. Да, великое направление в музыке. У нас будет очень много произведений. Пучини, безе, который считается одним из основоположников этого вообще великого стиля в музыке. Который вообще считается, что первоисточник — это как раз опера Кармен. А если вспомнить, с чего начинается завязка оперы Кармен. Кокетливо брошенной красавицей цветок под ноги мужчины становится завязкой одной из самых известных драмов в мировой художественной культуре. Да, опера Кармен. Да, вот роль цветка. Да, и вот он. Хосе обратил внимание. Без этого цветка этого не произошло. А потом еще замечательная его ария ближе к концу, посвященная тому, что он сохранил этот цветок. Видишь, как заботливо я его храню, сделаю из него гербарий, там все такое прочее. И вот у нас из Кармен тоже прозвучат несколько, по-моему, там будет и, так надо посмотреть, а вот дуэт как раз дуэт Микаэлы и Хосе из оперы Кармен. И вообще, мне чем очень нравится эта программа, все-таки вот этот веризм, о котором я вот уже начал говорить, это преувеличенные страсти, это очень сильные эмоции, это оперы пронзительные тоже, как у Пучини, да, посвященные тому, что люди ради любви способны на все, они способны на преступления, они способны, любовь перерождается в ненависть, как это было в том же вот, в той же Кармен. И поэтому, мне кажется, что люди будут заворожены тем, что будет происходить на сцене во время этого концерта. Я вот в этом совершенно убежден, и программа к этому ведет. Не говоря еще о том, что, конечно же, очень здорово, что много русских произведений, что прозвучат и арии из «Пиковой дамы», и прозвучит великая ария, предсмертная ария Ленского из «Евгения Негина». Я даже, когда читаю про себя, иногда бывает такое, «Евгения Негина», я чувствую, что, когда я читаю последние стихи Тамани Ленского, я их пропиваю. Пап, это как в опере? Да, как в опере. Невозможно, уже они настолько связались с музыкой Чайковского, что... А вы перечитываете «Онегина», да, извините? Иногда, да. А зачем, в чем необходимость? Знаете, это когда постоянно читаешь, даже произведения, которые знаешь наизусть, когда вот я недавно вынужден был учить наизусть «Метель» Пушкина, для того, чтобы произносить ее, читать ее со сцены, то я понял, что я очень многих нюансов и деталей и каких-то моментов не доощутил, не допонял. Хотя, казалось бы, кому сейчас в голову придет читать «Метель»? Бумаю, что да, конечно. А на самом деле, кто их первый раз не читал, на самом деле такие смешные нюансы узнаются, столько какой-то загадочной, несущественной, казалось бы, но очень важной пушнинской иронии. Это же не романтическая повесть, это повесть пародия на романтизм. И там, чем больше такие смешные детали. Вот идут наши возлюбленные, да, там куда-то, значит, на тайную встречу, служанка несет за ними два узелка. Вот зачем такая подробность? Да, ну, к примеру, какие-то такие очень смешные подробности, которые добавляют, я так понимаю, вот этой вот иронии, какого-то бытовые детали, такие зарисовки чему-то. Ну вот, и, конечно же, перечитывать Онегина приходится для того, чтобы, знаете, ведь духовное развитие у человека тоже какое-то происходит, просто какое-то развитие. Конечно, понятно. У меня один из моих любимых артистов, Евгений Владимирович Князев, ректор Шукинского театрального института, очень часто в разных местах читает «Пиковую даму». И каждый раз, я, наверное, раз восемь был на этих вот его представлениях, в самых разных местах, мы даже ездили вместе с ним на гастроли, он меня взял за компанию. И, конечно же, вот в замечательном кабаре, который открыл сейчас минус второй этаж театра Вахтангова, всем, кто нас слышит и видит, рекомендует, посетить прекрасную программу, замечательные артисты, выпускники Шукинского театрального института. Там устраивают музыкально-литературные вечера, выдающиеся артисты, такие, как Князев, читают поэтические вечера целиком, это такие сольные вечера. И вот там как раз я, когда вот Евгений Владимирович Князев рассказывал про вот эту «Пиковую даму», все время вспоминаю, естественно, оперу тоже. Понятно, что они не очень совпадают, что у них есть какие-то... Я не удивлюсь, если вы даже иногда в разговоре переходите на цитирование каких-то моментов, да? На пение. Но я хочу сказать, что как здорово очень многие не ставят. Вот у нас подручит Ария Елецкого из оперы «Пиковой дамы». Но это же не пушкинские стихи, это стихи Петра Ильича Чайковского. Это же он сам сочинил вот это «Я вас люблю, я люблю безмерно, не мыслю дня без вас прожить, и подвиг силы беспримерны для вас готов сейчас решить» и так далее, и так далее. Это собственные стихи Петра Ильича. Он тоже мог, ну понятно, что Модеста Ильич в основном все сочинял для всех Арии. Но так здорово было то, что вот этот, мне кажется, тоже поэтический шедевр создан великим композитором. Алексей, мы сейчас должны прерваться совсем ненадолго, после чего мы обязательно продолжим дальше наш разговор и посмотрим небольшие видео, которые нам помогут еще больше, не знаю, почувствовать атмосферу, в том числе, конечно, и предстоящего очень большого красивого гала-концерта. Оставайтесь с нами. Продолжается программа, друзья. У нас сегодня в гостях Антон Александрович Гетьман, генеральный директор Московского академического музыкального театра имени Станиславского Немировича Данченко. Алексей Рытеюм, директор ботанического сада МГУ «Аптекарский огород». 12 июля мы все вместе, и наши чудесные гости, и вы, конечно, наши зрители и слушатели, обязательно встретимся на гала-концерте оперной труппы театра, посвященный закрытию сотого театрального сезона. Еще продолжим сейчас разговор об этом мероприятии, но прежде хочу попросить включить видео. Видео с нарезочкой небольшой, я так понимаю, как раз мероприятие в «Аптекарском огороде», чтобы людям примерно представить, как это будет опера Театра Станиславского Немировича Данченко. Запускайте нам, пожалуйста, картиночку. Ну, Алексей, конечно, на правах хозяина. Это можно правильно комментировать, да? Сад лекарственных трав, замечательная дань первому веку истории. Вот приблизительно так проходят наши концерты под открытым небом Теона Контридзе, замечательная грузинская певица, я вот ее сейчас прямо узнал. И концерты собирают тысячи людей, и это очень приятно, что люди так любят музыку, что, наверное, за последние несколько лет несколько сотен тысяч людей пришли в ботанический сад только ради музыки. Для нас это очень важно, потому что люди иногда по каким-то случайным причинам не знают о существовании старейшего ботанического сада России, и так бы не пришли. А тут вдруг они увидят анонс гала-концерта Театра Станиславского Немировича Данченко и подумают, как интересно, какая замечательная оперная программа. Пойдем посмотрим, что это такое место. Пойдемте, значит, к себе новых посетителей. Ну, политически это называется привлечение непрофильной публики. Так же, как и театр, в свою очередь, так же, конечно. В общем, тоже пользуюсь этого из-за этого. Давайте сразу второе видео, тем более, что они достаточно похожи. Алексей, продолжайте, пожалуйста. Ой, замечательно. Видите, какая чудесная погода. Именно такая, конечно, должна быть. О, вот этот ролик, да, размещен в Инстаграме Сергея Семеновича Собянина, замечательного нашего мэра, который очень поддерживает все сады и парки Москвы. И вот совсем недавно пришли журналисты, которые помогли снять вот этот ролик. Это вот флора средней полосы России, это хостовый садик такой замечательный, это перголос коллекции Лиан, это детская площадка, это люди, восхищающиеся собой на фоне замечательных пейзажей садов, сад лекарственных трав. Разнообразные выставки, которые постоянно проходят в саду, вот эта выставка пионов и ирисов, сейчас идет выставка хост, они выставки буквально сменяют одна другую. Это только что созданная коллекция альпийских растений, это наши коллекции тропиков и, наконец, опять концерт. И видно, насколько это жизнерадостное, красочное событие, как люди реагируют на это, что им действительно нравится, счастливые лица, что они все-таки поглощены музыкой, а не просто там пришли провести время. Друзья, поэтому обращайте внимание, 8 часов до начала мероприятия, но вот эту всю красоту, которую вы увидели, зеленую, цветущую, разную, до 8 часов нужно посетить обязательно. Иными словами, нужно прийти в 6, или в полседьмого прогуляться, все оранжереи, все экспозиции будут открыты. Мы подготовимся еще, разместим много всяких новых интересных арт-объектов по всему саду. То есть это будет не просто путешествие, а путешествие в преддверии этого нашего замечательного музыкального праздника. Это не мероприятие, не событие, а музыкальный праздник. Так лучше всего квалифицировать это событие. Посмотреть все оранжереи, посмотреть на... Я надеюсь, что сейчас большой бутон у нашей Виктории Амазонской. Того глядя она расцветет, надеюсь, что это будет ее подарок к нашему галоконцерту. Это я не шучу, но в полном серьезе уже там пробивается из-под воды. И, конечно же, посмотреть замечательную выставку, которая у нас сейчас проходит вместе с школой акварели Сергея Николаевича Андреяки. Там дети поразительно здорово и очень профессионально рисуют животных и растения. И вот сейчас у нас эта выставка, она обязательно еще будет открыта во время гала-концерта. Вообще у нас там столько всего есть чего посмотреть, так что нужно оставлять хотя бы, не знаю, там пару часов до начала концерта. Ну, это минимум, да. Лучше, конечно, побольше, чтобы еще спокойненько перевести дух, потом же расположиться и подготовиться к гала-концерту как раз оперной труппы Московского академического музыкального театра именно Станиславского и Немировича Данченко. Антон Александрович, ну, конечно, я очень хочу спросить у вас вот о чем. 16-го года же, да, вы занимаете просто директора генерального. До этого, ну, наверняка многие, если не все, но очень многие знают, что вы 14 лет прослужили в Большом театре, заместителем генерального директора. И, конечно, оказавшись вот в театре Станиславского Немировича Данченко, конечно, на ваши плечи возложено было большое количество работы, невероятно, это было во всех, во всех, во всех сферах и областях. Ну, какую-то такую небольшую минуту славы, что ли, такая ваша, попрошу рассказать, что за это время сделано. Потому что, если почитать, посмотреть ваше интервью, как раз как только вы заняли пост, конечно, планов у вас было громадево, открыто ими делились. Вот, есть чем уже действительно похвастаться? Да, конечно, гала-концерт, оперный трупп, театр, а в аптекарском огороде, это, безусловно, успех, респект и все такое. Но помимо этого, расскажите, пожалуйста, о жизни театра. Ну, вы знаете, я думаю, что вот три года, ну, практически, вот, что называется, на днях, как я работаю в театре, я полагаю, что нам вместе, коллективам нашим удалось еще многое сделать для театра и для публики, естественно, в первую очередь, поскольку мы работаем для публики, это основная наша задача. Что касается балета, то мы пригласили, я пригласил возглавить балет замечательного французского танцовщика, и туаль Парижской оперы. Все для России, в общем-то, это же крайняя, да? Да, Лорана Илера, который до этого 8 лет был заместителем, главным балетмейстером, фактически, балета Парижской национальной оперы. Человека с безупречным вкусом, чувством стиля, безупречных знаний балета и танца. Человека с высочайшей в мире репутацией. Вот. И Лоран принял мое приглашение, и мне кажется, что то, что случилось за два с половиной года его работы с балетной труппой, ну, как бы, говорит само за себя, потому что мы выпустили шесть программ однакных балетов. Мы на сегодняшний день, и это ни в коем случае не преувеличение, в репертуаре нашего театра самая представительная коллекция ведущих мировых хореографов современных, начиная от Баланчина и кончая Гёкина, Хариным, Форсайтом, Киллианом, ну и так далее. И на сегодняшний день труппа восхитительно освоила эти стили. Мы продолжаем, сохраняем и развиваем, естественно, наше классическое наследие бурмейстера, в частности, и Григоровича, который есть у нас в репертуаре. И вот этот баланс, мне кажется, нам удается сохранять. Интерес к балету огромный. Мы уже, в общем, продаем билеты на октябрь, и они уже кончаются. Да, я читала у вас на сайте, что-то думала, надо же, как уже на октябрь нужно торопиться. Да, буквально через несколько дней мы откроем продажу уже на ноябрь. И это делается в первую очередь для того, чтобы публика могла сориентироваться и задолго до спектакля выбрать то, что им интересно, поскольку практика показывает, что чем ближе к дате спектакля, тем вероятностью купить билет становится меньше. Или же есть вероятность, но за очень большие деньги. Что касается оперы, то мне кажется, что мы тоже развиваемся очень успешно. Только в этом сезоне, в сотом сезоне у нас прозвучало две мировые премьеры. Это в феврале мы выпустили оперу Александра Вустина «Влюблённый дьявол». Это была мировая премьера, опера, которая была написана более 30 лет назад Александром Вустиным и пролежала в столе. И Александр Борисович Четей, художественный руководитель нашей оперной труппы, вместе с приглашенным замечательным маэстром Владимиром Юмировским, решили сделать эту оперу на сцене. Это была действительно мировая премьера. Мы организовали и выпустили мировую премьеру камерной оперы, которая была тоже как камерная опера сочнена специально для нас, с американским композитором Томасом Морсом, фрау Шиндлер. Она прозвучала в ноябре впервые, вот в камерной версии «Впервые в мире». История очень трогательная, очень щемящая и основанная на дневниках самой Эмилии Шиндлера. То есть это история реальная, это не придуманная. Супруги реального Отто Шиндлера, который всем известен по списку Шиндлера. Мы провели большой фестиваль Прокофьева в рамках нашего сотого сезона, поскольку Прокофьев имеет прямое отношение к нашему театру. Много своих сочинений в первый раз он приносил именно в этот дом. Вы отдали должное. Да, в частности, опера «Семен Катков» впервые прозвучала именно в нашем театре. Мы в начале сезона осуществили восстановление грандиозной постановки «Война и мир», которая грандиозна, во-первых, сама по себе, а еще и грандиозна как постановочный проект, потому что на сцене одновременно более 350 человек. Очень грандиозное зрелище, не имеющее аналогов в мире, реально в мире. Сейчас, по-моему, ни один театр в мире не может себе позволить такой масштаб постановки. Я в этом не гипер был, это на самом деле так. Не знаю, как вам удается привлекать такое количество. Постановочная это сложная работа очень была. Именно поэтому ее возможно было сделать только в начале сезона, вызвав артистов из отпуска несколько заранее, для того, чтобы все это восстановить. Последняя наша премьера, очень успешная, Андрей Сергеевич Кончаловский сделал «Отелло». Мы сегодня единственный театр в городе и один из немногих, кстати говоря, в России, кто вообще исполняет это произведение. Оно редко звучит по целому ряду причин. Во-первых, потому что очень мало теноров, которые могут справиться с партией «Отелло». Немного сопрано, которые могут справиться с партией «Дездемоны». Но уникальный состав нашей труппы это позволил сделать. И спектакль идет с огромным успехом. Вот не далее, чем вчера было четвертое представление, или пятое уже, на которое невозможно было попасть. Мне звонили друзья, коллеги, как, что, куда. И не попали, судя по всему. Я многих ориентирую уже на сентябрь и на октябрь, хотя там билеты уже тоже заканчиваются. В принципе, что касается оперы и вот как бы вектора, который исповедует театр много-много десятилетий, это как бы быть в каком-то смысле первооткрывателями, быть смелыми, отважными в представлении новых сочинений или давно забытых сочинений, которые по тем или иным причинам давно не были поставлены на сцене. И следующий сезон, кстати говоря, который мы объявили еще в апреле, он тоже это подтверждает, потому что мы, например, в мае 2020 года представим оперу Вебера «Вольный стрелок», которая не ставилась в Москве более 100 лет. Ой-ой-ой. Я не могу сказать точно, но то, что более 100 лет, это 100%. В следующем сезоне мы открываем совместную постановку с фестивалем, оперным международным фестивалем «Экс энд Прованс» во Франции. И мы представим постановку Стравинского «Похождение по весы». Это будет первая оперная постановка, сделанная выдающимся актером и режиссером британским Саймоном Макберни, знаменитым очень режиссером и актером. Он бывал в Москве как драматический артист. У него есть своя собственная драматическая труппа в Лондоне. И в рамках «Золотой маски» он привозил свой моноспектакль. То есть сам по себе, как актер, драматический актер и режиссер, он в Москве и в России человек известный. А вот в качестве оперного режиссера он предстанет в этой постановке впервые. Там прекрасный состав артистов, в основном составленный из нашей труппы. Там есть два приглашенных артиста, которые нам помогут эту постановку осуществить. И мы ей открываем сезон 19 сентября. В принципе, если коротко ответить на ваш вопрос, я считаю, что значительная часть задач, которую мы формулировали перед собой и объявляли, мы с ними справляемся. Ну, естественно, это долгий, серьезный путь. И работы еще. И работы еще, да. И чем больше мы делаем, тем больше нам остается сделать. Ну, в общем, это нормально. Вам принадлежит фраза, хотя не знаю, может быть, вам, но именно прочитала я ее, как будто ваша цитата, что нет такого театра, которому бы хватало денег. Такого театра действительно нет. Да. И такого ботанического сада тоже. Слушайте, ну что ж. Пусть уже это когда-то исправится. И еще, Антон Александрович. Мне вот любопытно, за огромное количество лет ваши театральные работы, а начинали у вас вообще любопытные биографии еще со школы, и прошли абсолютно там большое количество каких-то профессий, от монтажа сцены, да, что-то такое и так далее, и дальше уже получая образование, и, соответственно, вот понятно, что вы добрались уже до руководства. В театре и опере давно, в руководстве театрами тоже. Театр или опера? Куда больше ходят зрителей? Или как-то они вот на равных уже декабрях? Вы имеете в виду драматический театр, да, или опера? Да, 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 да. Театр или балет, то есть опера. Опера или балет. А, окей, окей. Ну, смотрите, вообще, в принципе, что касается российской ситуации, то балет в России всегда был и остается, и думаю, что будет более популярным, пользующийся большим спросом, жанром. Так сложилось исторически. Наверное, этому есть какое-то объяснение, не возьмусь. Вот. Но вместе с тем я наблюдаю этот процесс довольно внимательно и слежу за ним еще с моей работой в Большом театре. И доля публики, которая перекочевывает, если так можно выразиться, в оперу, она растет. Это долгий процесс. Конечно. Он занимает десятилетия. И это трудный путь театров к публике и непростой путь публики к театру. Я имею в виду оперы к публике и публики к опере. Это надо пройти. Но если взять за аналогию то, что происходило, допустим, в Европе 30-40 лет назад, и проследить, как эта миграция происходила и как это сбалансировалось, а потом, безусловно, в каких-то странах опера перевесила, в каких-то странах этот баланс сохраняется. Но если взять за аналогию, конечно, это довольно грубая аналогия, но, в принципе, я думаю, еще лет 30 совместные работы театров и публики, и мы у цели. А вы любите больше балет или опера? Если не хотите никого обижать. Я люблю хороший спектакль. Алексей, у вас как с этим? Все-таки оперу. Опера все-таки? Наверное, как-то так, да. Мне очень нравится вокал. Причем в юности я больше любил инструментальную музыку. Ходил все время в консерваторию, нравились фортепианы, симфонические произведения. А последние десятилетия, наверное, стараюсь не пропускать ничего. Вот опять же, благодаря тебе, Тур Станиславского. И даже когда приходишь туда с профессиональными музыкантами, которые иногда чуть-чуть там придираются к чему-нибудь, и говорят мне, у тебя тут, ты сидишь на тоске, у тебя слезы текут. Причем это вот просто реально, да, потому что, ну, просто, ну, это боль какая-то от этой музыки. Тут тебе говорят, что там чего-то чуть-чуть не так. И мешают просто получать удовольствие. Но на самом-то деле, конечно, все-таки, наверное, лично для меня опера. И не зря она так часто звучит у нас в аптекарском огороде. Все понятно теперь, исключительно какие-то такие вот личные вещи. Это была страсть, которую хотелось как-то... Вот я не стал директором театра Станиславского Немировича Данечка, не стал директором большого пока что. Вот, но тем не менее... Есть такие планы? Тем не менее, хотелось музыку где-то тоже что-то иметь, как-то что-то придумать, музыкальные события. И вот я думаю, что, наверное, ни один другой ботанический сад в мире не может похвастаться такой разнообразной и обширной музыкальной программой. И собственный джазовый фестиваль, там, город джаз, и оперный фестиваль. Я очень хочу, чтобы мы сейчас посмотрели видео. А сколько там предложительности? Хорошо, давайте так. Тогда мы прерываемся на небольшую паузу, а после чего мы посмотрим видео. Это нам Антон Александрович расскажет. Что мы увидим в этом видео? Ну, смотрите, это видео было сделано нами сознательно год назад. Называется она «Открывая оперу». Ну, вот достаточно. Пока информации достаточно. Да, мы потом перед тем, как запустить ролик, еще раз подробнее расскажем. Оставайтесь с нами. В телерадиоканале «Страна-ФМ» ведущая Александра Хайрулина. Друзья, генеральный директор Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича Данченко Антон Гетьман. Антон Александрович, мы должны сейчас показать небольшой мини-фильм. Нет, предисловие небольшое от вас попрошу. Это видео было снято год назад. Это как бы снималось как настоящее кино. Необзорное. Это настоящее кино со сценарием, с режиссерским сценарием, с раскадровкой, с сюжетом. Задача, которую мы перед собой ставили, вот к тому, о чем мы говорили выше, как бы открыть оперу для публики. Показать ее, насколько она интересна. Показать ее за кулис. Показать, как живет театр, готовясь к оперному спектаклю, исполняя оперный спектакль. И все это сделано глазами ребенка. Ух-то! Ну давайте, давайте посмотрим глазами ребенка. Чтоб двойнее интереснее, конечно. Ну браво! Браво, друзья! Московский экономический музыкальный театр имени Станиславского, Невероя Чуданченко. Обязательно нужно найти на сайт подробную информацию, касающуюся премьеры, нового сезона, касающиеся мероприятий музыкальных, которые можно пустить еще до конца июля. И, конечно, в том числе, если вдруг вы хотите не глазами ребенка, а своими глазами увидеть, что там вообще в театре, можно же на экскурсию попасть, правильно? Да, да, у нас есть такая возможность. У нас есть уникальный, на мой взгляд, совершенно уникальный образовательный проект-студия, который мы запустили год назад. И он предлагает огромное количество образовательных программ для разных возрастов, для малышей от 3 до 6, и для вполне взрослых людей, которые рассказывают по-разному о том, как живет и как устроен музыкальный театр. Должен сказать, что для меня за последний, наверное, год одна из самых интересных экскурсий, на которые я попал вообще в жизни, может быть, даже за несколько лет была экскурсия по закулисью театра. Казалось бы, а зачем вам это нужно было? Интересно, это было невозможно. Интересно. Посмотреть, как шьются гигантские занавесы, посмотреть вот эти многоуровни, как в Икеа, где стоят всевозможный реквизит. Это было выйти на сцену, когда там вообще никого нету, посмотреть на люстры, чтобы рассказали историю реконструкции, уникальную историю реконструкции. 40 тысяч квадратных метров, даже больше, занимает этот комплекс. Чего там только нет. Это огромный мир, интересно просто до невозможности. Всем вот рекомендую, если есть какие-то такие экскурсии, я бы просто в восторге. Надо выбрать время, да, обязательно. Ну и, конечно, нужно обязательно выделять время для того, чтобы посещать аптекарский огород. И 12 июля обязательно. Мы сейчас акцент поставим, конечно, на предстоящем вашем совместном мероприятии. Алексей, ну сначала вас попрошу так хотя бы каратенечко обозначить какие-то еще события интересные, которые в ближайшие дни ожидаются в аптекарском огороде. У нас, да, буквально за день, в четверг, будет такой свободный концерт. Это будет вечер памяти Джакома Леопарди, знаменитый итальянский поэт. Стихи его будет читать Франческо Форта, генеральный консул Италии в России. И стихи его звучат под музыку. Сейчас, значит, план А, план Б, план А. Если нет дождя, то это будет происходить в нашем почти итальянском садике среди лимонов, мандаринов, лавров, оливок и самшита. Это наш сад лекарственных трав. Если вдруг пойдет дождь, мы переместимся быстренько в субтропическую оранжерею. Вот как вот хорошо у вас там в этом смысле. Это очень удобно. Варианты. Только не для нашего гала-концерта, где столько музыкантов просто не поместится в оранжерею. Ну, а в субботу будет проходить уже фестиваль электронной музыки замечательной, которую мы назвали «Ради мира и любви». И он будет состоять из выступлений очень многих ансамблей со всего мира. Реально, это электронная музыка. Вначале они будут звучать под открытым небом, а как только наступит вечер, они переместятся в субтропическую оранжерею, чтобы сохранять тишину вокруг сада. Поэтому будет такая двухступенчатая программа этого фестиваля, невероятно интересная. И к нему мы тоже готовимся очень интенсивно. Будут разнообразные арт-объекты, арт-инсталляции, которые будут установлены по всему саду, потому что это будет не только музыкальный перформанс, но и такой художественный. Будут представлены предметы такого изобразительного искусства тоже. Ну и, конечно, Виктория Мазонская, которая тоже имеет свой огромнейший просто фан-клуб, и которые тоже ждут этого момента, чтобы открыться. Если говорить про растения, то они постоянно сменяют одни и другие. Сейчас так красиво зацветают гортензии. Их будет все больше и больше. Поэтому я приглашаю всех, конечно же, обратить внимание на все то, что у нас все больше и больше цветет. Итак, 12 июля, в 8 вечера, 20.00, гала, концерт именно оперной труппы Театра Станиславского Немировича Данченко. Почему же хотя бы пару балетных номеров мы не увидим? Сцены не хватает. У нас был такой прецедент, когда мы ставили и балет тоже. Пришлось возводить огромную дополнительную сцену. Это достаточно сложно. И мы решили на этот раз ограничиться вот именно только оперной постановкой. Но может быть, в следующем году, когда мы расширим этот фестиваль. Вы знаете, мы, говоря о балете, мы ни в коем случае не ущемляем балет. Более того, мы закрываем сезон 29-30 числа большим галоконцертом балетов на нашей сцене. Милости просим в театр, да, уже. Вот. Но дело в том, что балет действительно чисто технически и технологически требует довольно серьезной и довольно дорогостоящей подготовки. Поэтому мы решили, что поскольку это сильно травмоопасное искусство, балет, как вы знаете, вот, чтобы не рисковать здоровьем артистов, мы решили... В которых впереди отпуск, и надо будет отдохнуть. Хорошо. Да, мы решили, что балет, гала-концерт балета мы покажем на нашей сцене, а оперный гала, учитывая, что и традиция есть такая, в общем, во всем мире, мы сделаем это на открытом воздухе. Дорогие мои гости, очень такой, может быть, простой вопрос, но он на самом деле очень важный. Многие сейчас, предположим, решили отправиться в Абдепский огород на гала-концерт. Но, опять-таки, ну, вроде сказали, что пуфы будут, вроде даже корзинки какие-то можно взять с собой, но все-таки опера, тут закрытие сотового сезона, вот такие прекрасные произведения. Я по поводу дресс-кода. Есть ли он в данном случае? Свободный, абсолютно свободный, тем более, что может пойти дождь, там, как я уже говорил, заготовлены дождевики, можно этого не волноваться. Да, здесь уже успокоили немножко, да. Да, никаких ограничений, тем более, что, знаете, на этих пуфиках, честно говоря, удобнее сидеть в джинсах и в майках каких-то чего-то. Да, в вечернем платье и на шпильках, да. Поэтому, чем демократичнее, тем лучше. Это, кстати, одно из преимуществ подобного формата. И люди, на самом деле, Раскова не легче себя чувствуют в таком, да, не в таком парадном, каком-то официальном облачении. Все-таки они к чему-то обязывают, а люди пришли отдохнуть, насладиться музыкой. Я просто знаю, что вот, Антон Александрович, он достаточно так строг в этом отношении, потому что есть и в интернете видео, да такое, не самое новое, скажем так, но еще во времена вашей работы в Большом театре был, где вы как раз демонстрируете новшество на сайте, где показываете людям, да, одежду, в чем нужно приходить в театр. Ну, вы знаете, дело в том, что просто эта идея с дескодом и вообще с какими-то правилами внутри оперного дома, они существуют. И естественно, что... И об этом напоминать, а как будто и учить надо, да. Когда в театр приходят иногда на вечерний спектакль в пляжной одежде, ну, это вызывает некое недоумение не только у администрации театра, но и у других зрителей. Поэтому мы вежливо всегда предупреждаем, и это есть на сайте, и мне кажется, что это правильно. Что же касается открытого воздуха... 12 июля, друзья, вот тот самый редкий случай, когда вы можете оперу слушать, ну, по нему более-менее прилично, конечно, я же не думаю, что там кто-то придет купать. Хотя, если будет очень жарко... И очень жарко там что-то говорить, что не будет. Ничего. Да, в общем-то, скорее всего, конечно, нет. Ну, я хочу вас искренне поблагодарить за нашу встречу. Огромное спасибо. Это невероятно интересно. Во-первых, большое удовольствие просто наблюдать вас и общаться с вами, потому что два абсолютно уникальных человека со своей уникальной, интересной историей, творческой там биографией, какой-то жизненным путем. И человек, который возглавляют, люди, которые возглавляют, ну, два очень значимых места, не только в столице, в России, ну, и дальше, конечно, в Европе и в мире. Поэтому вам огромнейшее спасибо. 12 июля предлагаю еще раз пригласить всех. Алексей, наверное, вы скажете, поскольку... Да, дорогие друзья, да. Обязательно ждем вас в старейшем ботаническом саду России, в аптекарском огороде, на галоконцерте, который у нас будет проходить вместе с московским академическим музыкальным театром имени Константина Сергеевича Станиславского и Владимира Ивановича Немировича Данченко на нашем замечательном концертном поле. Восемь часов вечера. Всех вас ждем. На сколько примерно по времени рассчитывать можно? Ну, продолжительность... Он идет без антракта, и продолжительность программы рассчитана где-то на 90-95 минут, то есть полтора часа. Я, честно скажу, в предвкушении, потому что понятно, что мы посмотрели на афишу и предположили, что это будет, но сегодня еще из ваших уст, услышав какие-то подробности, конечно, желание просто приумножилось и на 100 умножилось. Вот так. Еще раз вам большое спасибо, друзья, спасибо и вам. До новых встреч, но 12 июля встречаемся в аптекарском гараже. Спасибо. 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 Лучшее в стране. На телерадиоканале Страна.ФМ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok